Друзья, всем привет, девчонки. Всем желаю хорошего дня и приятного просмотра этого видео. Не поверите, пришла я на новый завоз в Еврошоп. Это было почти утро, людей было полно. Я, конечно, снимала там, где их поменьше. Все как-то вот вещи вырывали, кусались, толкались. Конечно, шучу, но людей было много и было неуютно. И еще знаете, что я заметила? Вот почему-то в этом Еврошопе, когда последний почти день перед завозом, то вещи можно найти хорошие в большом количестве, чем даже в новый завоз. Я искала-искала, толкового ничего не нашла, но кое-что все равно купила. Тоже покажу попозже. Шерсть девочки выбирали. Там, конечно, я бы не сказала, что супер-пупер кожи много и сумок, и ремней. Шерсть есть, можно найти, но очень-очень мало. Поэтому я вот так вот полазила. Еще минус того, что вещи очень тесно висят. То есть рассмотреть, что-то достать, оно все падает. И особо не залезешь, потому что полно вещей на вешалке, на стойке. И все очень тесно. Как вы видите, ремни. Я подошла к ремням, и они все какие-то уже поношенные, покоцанные. Шерфы, не знаю, не обращаю внимания на шерфы сейчас. Хотя, может, попозже буду обновлять. Но пока что то, что мне очень сильно понравилось, я не нашла. Пару ремешков я все равно захватила, купила. Попозже покажу. Знаете, вот кожаные, прям супер-пупер классные кожаные ремни можно найти на столах именно на лесном. Наверное, я туда поеду. Я когда покупала сумку кожаную, во влогах показывала, заходите, кто не смотрел, то там в магазине были кожаные ремни. Но я захотела что-то с историей. Нашла вот такую вот кофту, приятная на ощупь. Но, как видите, по состоянию она прям такая в катышках. Если убирать эти катышки машинкой, все равно она не будет супер-ново выглядеть. Поэтому я не взяла. Но качество и состав ткани очень даже неплохое. Я вам скажу, приятная на ощупь. Еще раз повторилась. Вырез вроде бы неплохой. Но, с другой стороны, она и простенькая. И нужно хорошо постараться, чтобы привести ее в порядок. Поэтому я ее оставила. Вот такая толстовка НАСА. Мне понравилось. Я себе ее оставила. Мне понравилось сочетание цветов. Также, как видите, это катон хлопок стопроцентный. Там такой начес внутри есть. В ней будет тепло и уютно. Тем более, она светлая. Но сейчас у меня опять как-то, не знаю, маловато светлых вещей в гардеробе. Я ее взяла. Следующий нашла вот такой комбинезон. Какая же классная ткань. Это вискоза 100%. Я сначала сомневалась по поводу длины. Почему-то мне казалось, что, возможно, будет не на мой рост. Вот примерить у меня не было возможности. Времени не так уж и много. Я должна была ехать по делам. И там просто в день завоза примерочные все заняты. Большие очереди. Как видите, там дефект на спинке. Стерта ткань. Как-то она сильно протерта. Я приехала к маме. Показала, что я купила в секунде. И она у меня забирает ремешок. Поэтому хочу сейчас показать, какой ремешок она забирает. Это вот этот вот. Как раз под кардиганы. Какие-то объемные свитерки. Что ты любишь? Жакетики. Вот хороший. Это, конечно, не кожа, но он довольно хорошего качества. И здесь девочки не разношены. Как видите, хорошее состояние. Поэтому это я на вес брала. Сколько он не обошелся. Часто я не помню в общей сложности. Вот 200 гривен. 220 гривен заплатила. Сегодня новый-новый завоз был. Классненький. Ну все. Для мамы ничего не жалко. А мне еще нравится этот. Очень зря ты не захотела. Он такой какой-то синеватый. Давай второй. А, не, не, не. Не хочешь, забирай. Серьезно. Да. Вот здесь металлическая такая, под золоту, под старину. Кот. Кот. Обычно таки получается. Зимой мы находим классные летние вещи. Потому что они мало кого интересуют. А летом иногда можно найти хорошие вещи на зиму. На осень, весну. Итак, первая вещь это вот такая вот блуза. Мелкий горошек. Смотрите, как рукавчик сделан. Она мне понравилась. Конечно же, я ее взяла. Я ее взяла не себе. Но нежнятина. Конечно, мне нравится такой вариант. Но некуда мне носить подобную классику. Меня очень привлек цвет этой блузы. Он такой графит. И сам горошек, он не слишком ярко выражен. Очень неплохо выглядит. Поэтому я ее купила. В общем, у меня за все покупки, которые я вам сегодня покажу. Плюс я один ремешок отдала маме, вы видели. Обошлось примерно 240 гривен. Следующая вещь я оставляю себе. Это такая толстовка от НАСА. Здесь даже такой вот есть корабль. Который взлетает в космос. Не знаю, оригинал это или нет. Но хотя я нашла, что это якобы оригинальная вещь. Если вы знаете, напишите в комментариях. Цена тоже б.у. Продают по 500 гривен. Здесь идет катон 100%. Хлопок 100%. Очень хорошая вещичка просто на прогулке, по джинсике. Я люблю такое свободное, простое. На каждый день по секундам тоже ходить. В этом очень круто будет, комфортно. Еще мне понравилось сочетание цветов. Здесь такой нежно-розовый. Белый, понятное дело, в большей части. И Тиффани. Очень круто выглядит. Оставляю себе. Даже получилось выбрать неплохие ремни. Один ремень я отдала маме, вы видели в предыдущих кадрах. И один такой вот синий оставила себе как раз кардиганы, если какие-то, да, платья. Он очень мягкий. За счет этого можно, так как здесь, понятное дело, отверстия не хватит именно на талию надевать. Можно будет, я вам покажу, как я делаю, если это платье, да, и мне не хватает этих вот дырочек. Он круто за счет того, что мягкий, он не слишком торчит и круто выглядит. Плюс мне нравится, конечно же, пряжка. Я хоть винтаж и не люблю, но она выглядит винтажно. За счет этого она может какие-то такие шифоновые классные платья немножко приукрасить. Смотрите, какая классная блуза. Я в нее влюбилась. Пока что подумываю оставить себе. Ну, как вы поняли, да, я вообще такое очень люблю. Здесь идет такая подкладка светлого цвета, очень хороший пошив, а-ля шифон. Это у нас размер 36. Ну, я еще, если честно, нормально так не примеряла, как раз для видео буду примерять. Я надеюсь, что она будет на меня. Я бы ее себе с удовольствием оставила, потому что мне такой принт идет, и сама такая, знаете, темненькая. Я такое люблю. И здесь таки есть разрезы по бокам. Можно заправлять, можно на выпуск носить. Также все книги на месте. По составу, конечно же, это, да, 100% полиэстер. Ну, а-ля под шифон сделана. Мне нравится такая ткань. Мне нравится, что она такая струящаяся. Если ее заправлять, она будет круто выглядеть. Еще одна маечка. Я сразу скажу, что я все вещи, которые купила, в этот раз я не примеряла, потому что это был новый завоз. Честно скажу, выбрать там, ну, вообще, все было так набито. Понавешивали всякого. И не очень хорошего в основном. Я вот в этом магазине больше всего интересных вещей нахожу именно перед новым завозом в последние дни. Там висят меньше вещей, но в то же время есть, что выбрать. В этот раз людей полно. Большинство кашляют. И я старалась даже вот не стоять в очередь примерочную. Взять то, что понравилось. Поэтому я отрыла вот такой вот топ. Мне нравятся такие фасоны. Это летние. Я знаю, что уже многие показывали, кому-то даже присылали подобные вещи. Это H&M. Но подобное есть и на Нью-Чики, на китайских сайтах. Тоже это идет полиэстер, такой зернистый. Мне очень понравился пашю за счет того, что это идет топ на запах. И мне понравилась расцветка. Но, к сожалению, это вообще XS. XXS. Это 34 размер. Думаю, на совсем маленькую, худенькую девочку он будет идеально. Или даже подростка. Очередной топ это вот такой вот голубой. Тоже под шифон сделан. Это Primark. И, как бы мой муж сказал, очередной матрас. Мне понравилось, как этот топ выглядит на спине. Но, по-моему, он будет на меня велик. Я посмотрю. Я бы тоже себя оставила, потому что этот голубенький цвет мне идет. Сам по себе он очень хорошо пошит. И, конечно же, состояние хорошее, идеальное просто. Нигде никакой затяжки нет. Мне понравилось именно за счет вот этой вот штуки. И, конечно, такие топы я люблю на теплое время года. Это беспроигрышный вариант, когда не знаешь, что надеть. Накинула и пошел под любые джинсы. Особенно под белые такая расцветка, плюс здесь есть белые полосы. Будет выглядеть офигенно. И еще одна самая такая маленькая-маленькая вещичка, которая на меня вообще никак не налазит. Вот ее как раз опробовала примерить, потому что мне, конечно же, нравятся эти плечи. 34 размер. Тоже на XS девочку. Совсем манюсенькую. Но вы посмотрите, какая красота. Это бодик идет. Я нашла. Продают по 12 фунтов новые. Я нашла. Вставлю вам фотографии. Есть такой в черном цвете. Вообще, можно выбрать, если новый заказывает. Конечно же, у меня только в одном цвете, в белом. Это бодик. И за счет этого он крутой. Реально крутой. Плюс такие плечики. Здесь есть кнопочки. Они расстегиваются. Ну, носят кто как любит. Поэтому, девчонки, круто. Микс S. На вас тоже размерчики есть. Мне понравилось. Я очень жалею, что он не моего размера. Я пыталась влезть, честно. Но уже не стала дальше рисковать. Потому что все могло пойти. Я бы вам просто уже и в этом видео его не показывала. Но лучше на девочку XS. Небольшая S, да. Хочу вам показать одну сумку, которая ко мне приехала из Ньючика. Она очень интересная. Я, конечно, думала, что она будет меньше. Я покажу на себе. Так как здесь написано My Good Friend, мне кажется, что это классная вещь именно для переноски животных. Вот почему бы и не. Да, какого-то интерьерчика сюда посадить. Это очень даже удобно. Что касается пошива. Девочки, идеальный пошив. Я, честно, вот с сумками. У меня в последнее время, после того видео, как я сняла про сумки, которые мне не очень подошли по качеству. Вот попадаются офигенного пошива. Все строчки ровные. Ничем они не пахнут. Качественная фурнитура. Но размером я не угадала. Честно, я не смотрела на размер. Заказала. Думала, это будет обычная бананка. Но это чересчур большая бананка. Хотя можно носить. Очень оригинально и необычно выглядит. Внутри есть карман под замочком один. И один для мелочевки. Даже два для мелочевки. Открытых просто. Вот сюда точно поместится все. И зонтик даже. Не считая мои две камеры. Да, большой кошелек. Очень качественная фурнитура. Прям очень. Я вам просто не могу передать, насколько это все легко открывается и закрывается. И классная застежка. Смотрите, необычная. Мне кажется, такая стильная сумка для девчонок, которые любят спортивный, такой уличный стиль. Вот такие покупки секонда в этот раз. У меня вот, смотрите, сколько еще всего висит. Я вам обязательно все покажу, расскажу. Здесь есть классный кашемир ваш любимый. 100% хлопок, шерсть и все дела. Но, конечно, также есть классная по фасону синтетика. Поэтому, девчонки, ждем новое видео. Если желаете, чтобы видео вышло намного быстрее, давайте соберем под этим 600 лайков. Не жалейте. Это так просто. Просто тык и все. Ну, мне приятно. Всем большое спасибо за просмотр. Всех крепко обнимаю. И кто еще не подписан на мой канал, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие ролики. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok